Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для садоводов и огородников. В период массового цветения томатов каждый из нас задумывается, как повысить количество завязей на кустиках. Я уже говорила о том, что нужно, если в теплице у вас посажено, нужно и потряхивать, и опрыскивать бутоном, завязью. Но сегодня разговор будет идти только о бутоне. Потому что, как я поняла из ваших комментариев, многие не полностью недооценивают бутон, и многие пишут, что нужно опрыскивать по цветам раствор бутона. Это не так. Бутон не только, как способствует увеличению завязи, у него есть много других качеств, и опрыскиваем мы по всему растению, по листве. Сейчас я все расскажу о бутоне, и, может быть, ваше мнение о нем изменится. Вот сразу на пачке написано, что является уникальным природным стимулятором плодообразования, увеличение числа завязей и снижает число пустоцветов. Но также повышает устойчивость растения к заморозкам и засухи, улучшает приживаемость высаживаемых растений, предохраняет завязи от опадания, увеличивает урожай на 30-37%, ускоряет созревание на 7 дней, улучшает питательные и вкусовые качества и содержание витаминов. Бутон это довольно-таки новый препарат, он стимулирует плодообразование и повышает урожайность плодовых, это мы все знаем. Но еще он ускоряет развитие растений, способствует и увеличению завязей и получению более раннего урожая. Он, конечно, полезен при отсутствии пчел, у некоторых, если участки где-то в городской черте и мало пчелок, он очень помогает. Если в теплице, при неблагоприятных условиях, если закрыты все двери, обязательно нужно опрыскивать бутоном. Но еще он содержит в себе уникальный комплекс ростовых веществ. И именно в нем, не только для оплодотворения, там собраны макро- и микроэлементы, необходимые для подкормки растений через листву и вегетативные органы. Вот именно по листве, если мы будем обрабатывать, то листья будут впитывать и это будет дополнительная подкормка для вашего растения, что увеличит урожай и поможет как оздоровить ваше растение. Теперь, как применять бутон? Вот один пакетик препарата. Растворяют в соответствии с инструкцией. Но обратите внимание, что если для огурцов, для земляники, яблони нужно всего лишь 1 грамм на 1 литр, то для томатов доза увеличена. На 1 литр нужно 1,5 грамма. И вот этого вот пакетика 2 грамма, вы должны развести этот пакетик всего лишь в небольшом количестве воды, литр, и там 100-200 грамм, даже не полная полторашка. Получается вот такой раствор. Вот такой, как будто заварка чая слабая. Можно, конечно, пользоваться, применять и специальный вот такой разбрызгиватель. Но так как с одного пакетика получается небольшой объем, я пользуюсь вот такой маленькой обыкновенной ручной брызгалочкой. И опрыскиваю, еще раз повторяю, не только цветы, но и все листья. Это будет и стимулирование плодообразования, и хорошая листовая, внекорневая подкормка для томатов. Также можете обработать баклажаны, огурцы и все, что у вас цветет. Нужно 2 обработки за сезон, в период бутонизации и в период цветения, завязывания завязей. Вот сейчас у меня самое время, у меня вот одни завязи завязываются, следующая кисть цветет. Сейчас я обработаю все-все-все подряд посадки, и это даже делаю не столько, как для плодообразования, потому что у меня и так хорошо плоды образовываются, а просто как для поддержки растения, как оздоровительная процедура, подкормка. Препарат безопасен, экологический, для рыб, пчел, других насекомых. Можно обрабатывать в любое время, если вот вы в теплице, он как не обжигает ничего. Это просто как такое безопасное опрыскивание для здоровья растений. Все, вот этот краткий видеоролик, именно знакомство с бутоном, потому что некоторые его недооценивают, они думают, что цветочки опрыскали и все. Он очень полезный, это очень хорошая подкормка, стимуляция общего роста растения. Если вас интересует выращивание, подробности выращивания и подкормки, полива овощей, заходите ко мне на страницу. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Страница в Одноклассниках, там собраны все видеоролики и все мои статьи. Я надеюсь, вот так вот, шаг за шагом, знакомясь с разными, как с методами посадки, полива, с режимами подкормок, мы с вами добьемся в этом году очень хорошего, богатого урожая. До свидания.